Кино всем привет это майор сегодня значит займусь восстановлением вот такой аккумулятора свинцов кислотный 12 вольт 7 и 2 ампер часа фирма фе а значит этот аккумулятор сейчас где-то половина емкости на нем нету взял я узнал знакомого в количестве трех штук в общем из этих трех штук может быть какой-то получится восстановить проведу разные с ним испытания попробую эксперименты посмотрим что получится из этого но самый распространенный надо заметить метод это открывается крышкой заливает туда дистиллированную воду в принципе это правильно это рабочий метод с этим тоже я соглашусь давайте подумаем как он устроен устроен он по принципу аккумулятора обычного автомобильного так же набор пластин набраны пакеты по секциям на 6 секций сумме они дают 12 вольт запакованы они в стекловолокне для того чтобы электролит при наклоне там переворачивание не проливался вот то есть это хорошая особенность этих аккумуляторов такие аккумуляторы используются не только в источниках бесперебойного питания применяется они зачастую там в охранных системах там в банкоматах и могут мне как частом лицо интересует допустим этот аккумулятор если я восстановлю можно значит надувать лодку резиновую эхолот на него подключать и также в мотоцикл ставится в мотоцикл прекрасно сейчас у меня на мотоцикле уже такой стоит но надо еще несколько аккумуляторов всегда пускай запасные будут так на я маленько отвлекся значит по устройству значит внутри залита обычно серная кислота допустим если аккумулятор уже старый кислота концентрируется вода испаряется от нагрева от каких-то перезарядов аккумулятора есть там сбросные резиновые колпачки клапана то есть при нагреве происходит вода переходят в газообразное состояние и покидает аккумулятор тем самым уровень электролита постепенно снижается то есть старый аккумулятор он может вот так вот в принципе залить электролитом при этом что у нас получается половина пластин сухие площадь для электролиза становится меньше емкость соответственно тоже на такой же процент снижается значит мы первым делом и я этим воспользуюсь зальем дистиллированную воду по самому не хочу зальем сколько туда войдет воды полностью пускай пропитываются эти пластины сделаем контрольно-тренировочные циклы чтобы тот мягкий сульфат который имеется на верхних частях пластины он растворился в кислоте но но это не единственное что с этим аккумулятором может происходить также аккумулятор может быть подвержен и сульфатации я считаю при глубоком разряде тоже может быть нарушены пластины коробление пластин произвести и также есть вероятность что у этого аккумулятора произошла стратификация электролита это чё говорит это разделение раствора на кислоту и воду также 4 что может быть с аккумулятором разный уровень заряда в отдельных секциях тогда уже только замена аккумулятора то есть восстановление не подбежит то есть первые три причины как-то можно лечить сульфатацию глубокий разряд стратификацию четвертый когда аккумулятор надо выйти так вот делая такую табличку для удобства здесь мы запишем исходные данные для начала первым этапом я полностью его заряжу вторым этапом я добавлю дистиллированной воды тем самым увеличив площадь для электролиза ну а остальные этапы которые буду проделать вы смотрите видео я буду все по ходу рассказывать и объяснять так давайте приступим начнем тут от теории практики поставляем режим 5 ампер это будет достаточно и включая при этом я выставляю таймер а хочу сказать что предварительно я уже его аймаксом полностью зарядил включая так пока идет разрядка еще займу две-три минуты вашего времени поговорю о канале о своем канале значит у меня сейчас на данный момент 70 подписчиков чему я рад подписчики у меня все прекрасные я ими доволен никто с канала не ушел все подписались все присутствуют все смотрят и единственное хотел попросить моих подписчиков под каждым видео которое вы смотрит который вам интересует тема писать какие-то комментарии так разрядка идет я тогда все это дело ставлю на паузу после того как лампочка уже начнет токнуть напряжение упадет там до 10 вольт на аккумуляторе тогда мы включим и дальше начнем вещать и так продолжаем значит прошло время 58 минут час значит лампочка уже еле горит выключаем и отключаем лампочку и проверяем значит напряжение при этом я смотр заметил что чуть-чуть температура поднялась корпуса аккумулятора чуть-чуть поднагрелся за счет быстрой оттачи замеряем значит напряжение 10 и 5 10 и 5 видим так 10 и 5 давайте значит открываем банки делается это подцепляется с краев ножом аккуратненько отклеиваем верхнюю крышку под крышкой видим резиновые заглушки снимаем так продаем туда ничего не попало резинки целые не порваны надо смотреть если пора надо менять правда где вот такие резинки возьмете я не знаю так 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 есть вода закрываем крышки обратно не забудем сразу записать значит у нас исходные данные получилось время 0 58 минут только 5 ампер это получается емкость 5 ампер часов 7 и 2 это сто процентов должно быть 5 ампер часов в общем хотя бы поднять до 6 6 свой с половиной на первом этапе для этого сейчас подключим аймакс выставляем режим зарядки не лишне проверить резистентность аккумулятора 163 довольно таки высокий показатель что не есть будет но посмотрим в конце нашей всех проделанных экспериментов сколько будет это 163 я себе сюда в уголок запишу 163 миллиома так прям вам реже оставляем по табличке значит тут советуют нам ток 18 напряжение 14 5 до 15 18 так и выставляем количество банок у нас 6 подключаем в автоматическом режиме он его зарядит и покажет емкость набрана так все сейчас пауза и так и так у нас процесс зарядки закончился прибор показывает четыре с половиной ампер часа что в принципе понятно снижение емкости произошло за счет того что мы разбавили кислоту водой на пластинах оставались сульфаты они не перешли в раствор и таким образом у нас получилось даже мы снизили улучшили но если провести несколько циклов зарядки разрядки емкость мы восстановим и может даже чуть будет больше такие выводы на первом этапе дальше если мы на большом аккумуляторе применяли десульфикатор почему бы на таком по аналогии не применить тоже десульфикацию ускоренный процесс десульфикации проведем нашим в прошлом видео который мы делали десульфикатор сейчас я его подключу и так схема я подключил в блоку питания включая нагрузку накидываю на минус провод включая блок питания значит у нас блок питания я выставил на 12 8 вольт при этом ток заряда идет так 1 и 7 но можно даже выставить чуть побольше напряжение 12 8 вот напряжение было 12 8 ток 1 и 9 как раз пойдет так зажму еще крокодильчиком для надежности провод чтобы лучше был контакт теперь оставлю но посмотрю может на час может на полтора часа это дело пусть вот такие тренировочный разряд заряд проводится тем самым у нас на пластинах которые есть трудно растворимые кристаллы сульфата они будут переходить в раствор концентрация должна при этом повысится и при дальнейшем потом уже когда мы будем заряжать аккумулятор у нас должна емкость показано быть больше я так полагаю но сейчас мы это проверим все это я ставлю на паузу так и так прошло время где-то минут сорок я думаю пока достаточно мы заканчиваем тогда я заканчиваю процесс дистрификации все это отключая отключаем теперь чё теперь надо еще раз полностью зарядить до краев аккумулятор аймаксом подключаем аймакс так все включая и и и и и 12 8 показывает посмотрим сколько он дольет там него емкости после этого именно конкретно аймаксом я включу на разрядку полно и так на зарядном у нас ток упал до 0203 напряжение 14 и 4 значит я выключаю и выставляю здесь change режим разряда выбираю ток разрядки максимальный насколько может работать данный аймакс включаем так отключая видео даем возможность работать не мешаем прибором так режима разряд закончился показания у нас составили 4 650 прибором после этого мы включаем обратно на режим заряда ток ток выставляем 18 включаем и так мы вышли на финишную прямое значит зарядка длилась во время где-то часа 4 интеллектуальное устройство аймакс показывает время 249 заряд залитая емкость 5 916 ну почти 6 ампер возвращаемся к табличке быстро опять просматриваем первое что у нас показала было 5 ампер в начале после этого мы сделали разряд добавили воды сделали разряд заряд получили 465 ампера потом провели десульфикацию процесс и током 18 провели опять заряд в итоге сюда записываю 6 ампер 6 ампер до 5 ампер 465 и 6 ампер то есть идет положительная динамика и так подытожим первое восстановление аккумулятора добавлением воды дает мало ощутимый результат второе что я понял добавление воды и несколько 3-5 циклов разряд заряд положительно повлияет на АКБ третье все вышесказанное плюс десульфикация поможет поднять емкость с оговоркой если АКБ до этого потеряла емкость из-за частично пересохших пластин в кавычках и образование кристалла сульфата свинца также положительно скажется управляемый перезаряд который позволит размягчить и растворить твердые кристаллы сульфат свинца однако восстановленный таким образом АКБ не будет иметь такую же емкость и срок службы так аккумулятор за которым следили все вышесказанное является результатом моих умозаключений я не претендую на истину в последней инстанции вывод делать только вам спасибо за просмотр не забудьте поставить лайк переходите на мою страницу подписывайтесь на новые выпуски пишите в комментариях под видео всем пока это был майор под видео подписывайтесь на мой канал и